Очередная сессия парламента состоялась в отсутствии спикера Лаши Ашуба. Его обязанности исполнил вице-спикер Фазлыбий Авицба. После того, как повестка дня была утверждена, Астамур Аршба представил первый вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Инары Гицба. По закону депутат не может просто сложить полномочия. Его отставку должны принять коллеги по Народному собранию. На прошлой неделе в моё отсутствие и в отсутствие многих наших коллег было принято решение нашим коллегам о том, чтобы сложить в себя полномочия. Пообщавшись с коллегами, с нашими, со всеми, мы пришли к тому, что это было поспешное решение, поспешное, значит, какое-то, на наш взгляд, неправильное решение. Плюс ещё, значит, поступила информация о том, что и жители участка избирательного Инара Абертовича Гицба, значит, тоже, значит, в свою очередь, своё переживание и беспокойство проявили, значит, и с обращением к нам, значит, сюда и подписи собрали. Я, насколько понимаю, так же было, правильно? Да, на наш взгляд, значит, это было чуть-чуть поспешное, значит, какое-то решение, и по этому поводу мне хотелось бы, чтобы мы, в принципе, уже с коллегами общались на эту тему, у нас понимание общее, единое того, чтобы, значит, этот вопрос решить, понимая о том, что это было поспешное, значит, какое-то эмоциональное решение. Просьба очередной раз придерживаться того, о чём мы говорили, и, значит, не дать возможность нашему коллеге сделать такой поспешный вывод. Несколько депутатов высказались в поддержку Инара Гицба, высоко оценив его профессиональные и личные качества. Некоторые споры возникли вокруг формы голосования. Часть депутатов считала, что вопрос кадровый и требует тайного голосования. Другие настаивали на открытом голосовании. Проголосовали в итоге открыто. Отставку Инара Гицба депутаты не поддержали. Далее представитель президента в парламенте Батал Айба огласил биографии двух кандидаток на должности судей. Лиана Агарба избиралась на должность судей Гагарского районного суда, а Саида Амичба – на должность судей военного суда. Результаты тайного голосования огласил депутат Алхас Барциц. Заседание членной комиссии в 3 апреле 2024 года о результатах тайного голосования в избрании Агарба Лианы Абхазгиреевны на должность судей Гагарского района. Присутствовало депутатов 27, всего бюллетеней 35, выдано бюллетеней 27, проголосовало 27. Недействительных бюллетеней нет. Агарба Лиана Абхазгиреевна за 13 голосов против 14 голосов. По итогам тайного голосования Агарба Лиана Абхазгиреевна не избрана на должность судей Гагарского района. Протокол номер 3 заседания счетной комиссии. Во втором и окончательном чтении депутаты утвердили дополнительные меры поддержки ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, которые являются инвалидами третьей группы. В действующем законе о ветеранах пункте 6, часть 2, статьи 9 предусматривается бесплатное приобретение лекарств в государственных аптеках и лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия инвалидам первой и второй группы. При наличии рецептов, а инвалидам третьей группы предусмотрено приобретение лекарств в размере 50% от их стоимости. В предлагаемом проекте изменения в этом пункте бесплатному приобретению лекарств добавлено, бесплатное приобретение медицинских изделий и распространений, так как на инвалидов первой и второй группы, так и инвалидов третьей группы. Прошу проголосовать. Инвалиды третьей группы не пользовались этими льготами и после принятия инвалиды третьей группы будут пользоваться также бесплатно при наличии соответствующих рецептов от врачей. Проект закона об отмене акцизов на импорт виноматериалов представил Бата Лайба. Решение о введении такого акциза, вступившее в силу 1 января текущего года, привело к остановке крупнейшего производителя завода вина и воды Абхазии, а также еще трех абхазских винзаводов. Теперь парламент вынужден рассмотреть возможность отмены данного акциза. Прибыль предприятия за прошлый год, вот нашего, самого большого, самого крупного, 240 миллионов рублей. Ну, надо знать, что у нас предприятие белое, тут никаких вопросов не должно быть. При этом, в случае, значит, применения этого закона, только вот этого акциза мы должны были заплатить на 460 миллионов. То есть, понимаете, да, что это примерно, непримерно, а точно в два раза больше, чем наша прибыль вся. Поэтому, ну, считать, с бутылки это кажется, что не очень много, там, 25 рублей. На самом деле, это, бутылки же не только эти расходы, их много раз. К сожалению, поэтому мы, как бы, вынуждены были притормозить, и с 1 января предприятие, 4 предприятия простаивают. Если говорить о выпадениях бюджета, то, наверное, надо считать вот то выпадение, которое происходит из-за остановки предприятий с 1 января по сегодняшний день. Депутаты поддержали отмену акцизов на виноматериалы. Беслан Халваш представил проект закона о внесении изменений в бюджет 2024 года. По итогам прошлого года на счетах Сухумского района осталось 37 миллионов рублей. Это средства налогоплательщиков района, полученные сверх запланированного бюджета. Депутаты Сухумского района предложили перенаправить эти средства в управление капитального строительства для осуществления ремонта дорог. Эти деньги непосредственно пойдут на восстановление, а с первым долгом, нижней шерсткой дороги, которой 30 лет так и никто, рука ничья не дошла, ни при всех президентах. Сегодня есть понимание, что надо восстановить эту военную, кстати, стратегическую дорогу обязательно. И я думаю, что вообще в целом и шерстки, и нижние шерстки будут очень благодарны, если мы сегодня правильное решение примем. И хорошо, бурно развивающие в экономическом плане сегодня верхнее расположение над городом Сухум. Есть такой район Комсовольская дорога, которая сегодня находится в аварийном состоянии. Не то, что я хотел бы, как депутат, чтобы там дорога была. Мы можем получить там реально обвал в двух местах дороги. Дорога ползет очень страшно. Просто каждый день постараются его поддержать. Но она идет конкретно разрушение и обвал этой дороги. И, значит, непосредственно сегодня вмешательство требуется, значит, в эту дорогу. Вы знаете, там у нас развился очень интересный такой глэмпинг. Сегодня он начал приносить дополнительный бюджет в Сухумский район. Вот вы знаете, вот в районе села Баслата в двух местах, значит, проведена, переложена дорога, заасфальтирована. Сегодня вы можете посмотреть лицезрец сами. Как только дорога появилась, появились сразу строительства, новые коммерческие объекты появились. И эти строения как раз таки способствуют пополнению бюджета Сухумского района. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я хотел бы сказать за свой Гумистинский 23-й избирательный округ. Мы предполагаем, в том числе во взаимодействии с депутатом города Сухума Эриком Сагателычем Рштуни, решить вопрос, связанный с асфальтированием убыхской дороги. Вы знаете, это онкологический диспансер, глазная наша больница, дорога в удручающем состоянии. И поэтому я хотел бы еще раз просить вас поддержать предложенный законопроект. Фактически, как было сказано моим коллегой Каном Валерьевичем Кварча, бюджет Сухумского района никоим образом не страдает. Дотации сокращаются ровно на ту сумму, в которой образовался профицит Сухумского районного бюджета по итогам деятельности за финансовый прошедший год. То есть там был профицит в 37 миллионов рублей, и, собственно говоря, на эту сумму сокращаются дотации республиканского бюджета. Представитель президента в парламенте Батал Айба выступил против, отметив, что инициатива нарушает закон о бюджетном устройстве и принцип разделения ветвей власти. Но депутаты одобрили предложение во втором и окончательном чтении. Депутат Даут Хутаба представил проект закона, согласно которому миграционная служба сможет штрафовать нарушителей самостоятельно, а не через суд, как сейчас. Сегодня, когда гражданины странного государства, ну, прежде всего, мы говорим о мигрантах, которые приезжают в Абхазию, когда они пересекаются сюда границу, то есть они должны получить абхазскую визу, так? Многие из них это не осуществляют, они не приезжают в Сухум, то есть здесь они должны все это делать. Они там находятся на определенном месте, бывает, что на один день, но дело в том, что законодательство требует наличия у них визы, если они здесь находятся. Когда они разворачиваются, обратно хотят уехать, их на границе задерживают наши ведомства, ну, сейчас это больше этим занимается миграционная служба, вот сейчас именно они потому, что в особом порядке отправлены, да, а как правило, это пограничники, как правило, пограничники, как правило, поскольку у них нет виз, они должны нести ответственность в соответствии с нашим законодательством. Но ситуация какая? У человека, например, поезд или там самолет, то есть он должен улететь, а по действующему законодательству, то есть штрафные санкции ему вменить может только суд. И получается, что их не выпускают, они вот заехать, хотят выехать, их не выпускают, их же по большому счету, за ними надо следить дальше. Они там или спецприемники должны быть, или еще где-то должны быть. То есть все это нужно отслеживать, пока суд не примет решение, потом они штраф выплачивают и потом уезжают. То есть зачем все это нужно? Зачем мы должны их содержать? Зачем мы должны их, грубо говоря, ну хотят уехать, не пропускать? Если, как миграционная служба предлагает, наделить именно их полномочиями о том, чтобы они штрафные санкции здесь, то есть вы... Да, чтобы они штраф получали. У них есть уже, как они мне объясняли, и специальные аппараты, вот эти вот по оплачению... Терминалы, да, вернее, чтобы оплачивать штраф. И все это упростить, человека не надо будет здесь содержать. Штраф он оплатил и поехал дальше. Этот и еще два земельных вопроса одобрили депутаты Народного собрания. На этом заседание ССИ парламента подошло к концу. Надежда Боровикова, Иннала Гухава, Абаза ТВ.